привет всем не беру на связи и в среду как обычно было обновление с новыми героями и рядом изменений давайте же посмотрим что добавили что изменили поехали и так трех новых героев добавили на этот раз все три легендарные это божественная еланда свет рейчел дерева и трес вода смотрите в новом обновлении с особого призыва мы можем получить как раз рейчел к ней мы скоро вернемся и сразу же покажу вот этот пакет добавился опять же с главной героини рейчел смотрите сами по мне так это вообще абсолютно бессмысленная затея суда тратить деньги это очень очень дорого хоть и стоит минус 35 процентов но у кого есть деньги я думаю это вообще не проблема для них итак давайте рассмотрим новых героев темой нового обновления является рейчел она персонаж атаки у нее атакой крит шанс развиты что в принципе мы ожидаем от персонажа у которого атака главный параметр и так особенность если основная цель имеет положительные эффекты запускать дополнительную атаку особым умением только один раз за раунд в вознесении также получать 10 процентов крит урону за каждую удачную бонусную атаку суммируется до пяти раз то есть 50 процентов крит урона она в максимум может получить хорошо базовое умение наносит 130 процентов урона и на два хода накладывает минус защиту минус защиту мы всегда рады этому поэтому база очень хорошая дальше особое умение которое может дополнительно прокнуть с особенности наносит 165 процентов урона одному врагу и снимает с них положительные эффекты 2 если цель героя воды наносит дополнительный урон зависимости от ее максимального здоровья ну понятно то есть если кто-то из противников водный или водный босс то этот скилл просто будет божить потому что здесь идет зависимость от максимального здоровья противника что очень очень хорошо и ультимейт 220 процентов одному врагу и дает всем союзникам эффекты резкое восстановление неожиданно и плюс атака на три хода также дает эффекты резкое восстановление и атака 2 на три хода не совсем понятное описание возможно не то имели ввиду но если это так то получается она и атака дает и атака 2 или имеется ввиду что вторая часть она себе дает а всем остальным просто атаку разница в том что обычная так увеличивает атаку на 30 процентов атака 2 ранга на 50 процентов резкое восстановление конечно приятный бонус тем более не ожидаешь его от атакера получить ну вот так вот что здесь можно сказать герой хороший хороший герой атаки и тут конечно надо ее применять в тех ситуациях когда цель оба финна то есть когда есть какие-то положительные эффекты ну а тут наверно подходит практически все да и боссы и аренка да даже в компании снижает защиту снимает положительные эффекты но тут надо осторожно потому что если она снимет например два положительные эффекта она их сняла и тогда не сможет прокнуть вот это способностью да поэтому надо осторожно к этому подходить и помнить что на два эффекта снимает идем дальше следующий герой стихии воды это трс интересный дизайн посмотрите мне он очень нравится такого подобного я не видел еще в эвакене смотрится классно и так он тоже по статам героя атаки у него атака крит шанс и здоровья очень хороший набор способности особенность при атаке восстанавливает здоровье в зависимости от оставшегося времени восстановления высшего умения цели плюс 10 процентов максимального здоровья заход вознесенном состоянии при получении атаки уменьшает получаем урона 20 процентов если высшее умение атаку еще восстанавливается такого по моему еще не было по крайней мере такой механики я не помню где мы играем от количества ходов восстановления высшего умения противника ладно давайте посмотрим его спектр умений базовое умение лезвие демона наносит одному врагу 130 процентов урона и на один ход продляет восстановление высшего меня а ну все замечательно тут синергия полная идет с особенностью его пассивка уменьшает получаем урон по области на 60 процентов и получает один бонусный ход до 2 до 2 раз за раунд но это очень классная штука на арене да и боссов у нас много кто бьет массово он два раза может за раунд понизить на 60 процентов урон и при этом он еще получает бонусный ход ну слушайте ну звучит очень круто и давайте посмотрим ультимейт наносит 140 процентов урона одному врагу урон зависит от оставшегося времени восстановления высшего меня цели плюс 45 процентов урона за ход если цель убита наносит урон по площади всем врагам равны 60 процентов от нанесенного урона даже у ешка у него есть такая только ему надо убить чтобы этого ешка прокнула здесь у нас получается если у цели три хода допустим выше у меня в среднем я взял да то тут будет 135 процентов дополнительного урона и плюс к его 140 то есть 275 до 275 процента урона это много а если он еще выше умение замедлить своей базой у него база да как мы прочитали она увеличивает откат высшего умения на один ход ему обязательно нужен проклятый комплект насколько я понимаю чтобы он два раза мог базой ударить да и он тогда не на один ход она два хода за атаку удлиняет восстановление высшего умения и кстати обратите внимание у ультимейта очень маленький откат здесь всего лишь три хода до сушки персонажа очень интересный он и помогает вам прожить на арене за счет того что он не дает врагу применить умение так он из-за этого и отхиливается да и минимизирует на 60 процентов урон по области аж до двух раз заход и если еще убьет может нанести о е ну интересно очень персонаж я думаю именно вот на аренку точно он зайдет просто великолепно особенно людям кто знает да какую цель какая цель и в приоритете то есть кто самый опасный для вашей пачки потому работайте этим персонажем чтобы он не ультанул и все хорошо ему конечно этому персонажа желательно бы скорость его тут мы видим что скорость у него б то есть нужен кто-то кто даст ему скорость винстрекс допустим так ну кто-то кто баф нет скорость и тогда он смог бы пойти перед врагом потому что если он пойдет потом возможно этого потом не настанет что его сразу убьют ну и зачем тогда что там замедлять какой смысл как-то так и третье у нас божественная еланда вот так она выглядит сделано тоже очень круто ну надо сказать что и еланда сама очень хороший персонаж здесь наверное сделали вообще пушку и так смотрим скорость самый главный атрибут и атака и здоровье хорошо странно и конечно распределение атрибутов но давайте читать сейчас наверно все поймем и так особенность у этого героя есть иммунитет ко всем отрицательным эффектом и он не будет получать урон превышающий 65 процентов от его максимального здоровья от каждого удара вознесенном состоянии при получении летального урона преобразует полученный урон в исцеление до одного раза за бой то есть один раз она переживет смерть не умрет и этот огромный урон она еще и в исцеление преобразует очень классная особенность иммунитет ко всем отрицательным эффектом а давайте читать дальше пока наносит 130 процентов по одному врагу при нанесении урона игнорирует защиту цели но не может использовать крит удар также снимает отрицательный эффект с одного сокомандника и восстанавливает 10 процентов от его максимального здоровья опять вас сокомандники появились то есть смотрите урон наносит при уроне игнор от защиты цели идет не не может крит давать также снимает один отрицательный эффект и восстанавливать и урон и чистка и восстановление здоровья но слушать это очень круто особо менее на два хода накладывает эффекты плюс скрыт сопротивление и неуязвимость перезарядка умения сбрасывается когда умирает союзник неуязвимость снимается при атаке очень классная штука что тут всего лишь три года перезарядки умения и то она может сброситься когда умрет союзник не написано правда она накладывает это на себя или на любого союзника наверное на любого ну и в том числе на себя может наложить крит сопротивления 50 процентов к сопротивляемости крит ударом и неуязвимость персонаж не может получить урон очень классно пока мне прям все нравится и ultimate снижает текущий уровень здоровья одного врага до уровня врага с наименьшим текущим здоровьем и наносит обоим 120 процентов урона если у врага уже самое низкое здоровье вместо этого наносит двойной урон который игнорирует защиту цели но не может активировать критический удар врагов убитых этим умением нельзя воскресить неэффективно против боссов но против боссов и и не стоит применять ее место типичная прямо аренка значит смотрите что у нас получается в итоге крит шанс отбрасываем сразу в помойку крит урон отбрасываем сразу в помойку потому что она не критует дальше сопротивляемость не нужна нам вообще потому что у нее полный иммунитет отрицательным эффектом получается нам что надо нам нужна атака нам нужно атака сейчас посмотрим хилл идет от максимального здорово от его максим нет значит здоровья ей нужно для того чтобы жила но не для отхила здесь не сушки такие получается атака вас нам и нужно ну атака скорость посмотрите еще раз она лечит она чистит она бафает на неуязвимость сопротивление крит ударом и плюс еще врагу делает такое здоровье как у другого самого низкого то есть вы например кого-то про атаковали у противника опустили ему здоровье до 10 процентов потом выбираете какого-то врага с полным здоровьем и она этому врагу с полным здоровьем опускает здоровье как у самого низкого то есть до 10 процентов и после этого она еще двоих врагов атакует на 120 процентов урона причем у нее весь урон что с базовой способности что с ультимейта игнорирует защиту цели ну слушайте ну это я желаю всем ее выпить вот что я могу сказать это были новые персонажи еще раз повторюсь божественная ланда рейчел и трес я бы распределил так по интересу моему еланда на первом месте на втором месте трес и треть на третьем месте рейчел а теперь перейдем к новому великому персонажу это хоре вот так вот выглядит это пират вода стихия воды у него атакой крит шанс развит читаем если цель не является боссом самым низким здоровьем запускает бонусную атаку с помощью змеиного удара до одного раза за раунд вознесенном состоянии также получает скрытность начале боя на два хода базовое меня наносит 110 процентов урона и получает плюс крит урон на два хода пассивка когда враг убит есть сто процентов шанс провести дополнительную атаку с помощью змеиного удара по врагу самым низким здоровьем до двух раз за раунд удар цунами наносит 160 процентов урона одному врагу и получает плюс атака то есть он себя бафает на крит крит урон и он бафает себя на плюс атаку плюс 50 процентов к атаке так а давайте теперь посмотрим что такое змеиный удар наносит сто процентов урона одному врагу при нанесении урона игнорирует эффекты цели защита минус получаемый урон и щит зависит от потерянного здоровья интересный персонаж для эпика очень неплохой такой добивальщик и он вполне автономной за счет того что он может на себя вешать плюс крит плюс атаку ему конечно нужен критический шанс чтобы вот этот баф который он весит плюс крит урона имел место быть да потому что если они критуют зачем укрит урон поэтому крит шанс обязательно ему нужен вот смотрите тут написано если цель не является боссом самым низким здоровьем получается против боссов не очень хорошо его будет использовать а вот в компании например на башне на аренках возможно это будет даже очень хорошо вопрос том как у него будет урон вся показывать потому что он игнорирует три эффекта за счет своей змеи на атаки вот тут вот он игнорирует защиту минус получаемый урон и щит это три самых таких неприятных эффекта у противника до который хочется либо снять либо как-то обойти вот и он их обходит пассивка его смотрите когда враг убит то есть он должен убивать ему нужно очень большая атака ему нужен очень большой крит шанс сто процентов тогда он будет и пассивкой пользоваться потому что пассивка ему нужно за счет пассивки он может провести дополнительную атаку опять же с того же змеиного удара по врагу с низким здоровьем поэтому я говорю он хороший добивальщик ну как-то тогда неплохой персонаж далее давайте пройдемся по патчу что еще изменили или добавили и так особый призыв новый раунд особого призыва будет доступен с 26 октября легендарные герои в этом раунде это рейчел киара и дарси добавлена функция бой с другом которая позволит вам сражаться с друзьями в режиме реального времени давайте это сразу проверим да вот смотрите заходим в друзья нажимаем на эту функцию и это работает только с теми кто в сети то есть вы нажимаете и идет бой с другом в реальном времени классная штука ее давно не хватало вот наконец-то разработчики добавили дальше насчет хэллоуина хэллоуинские события начинаются в 0000 31 октября там будут доступны эксклюзивные хэллоуинские облики для гектора и уриона ну уриона мне к сожалению нет я показать вам не смогу а вот гектор а вполне могу вам показать как будет выглядеть новые скин его из гектора сделали франкенштейна но выглядит прикольно мне нравится по крайней мере вносит некую изюминку и возможно просто обычный скин приелся а так что-то новое вот а уриона я сейчас просто ставлю скриншотом что вы посмотрели далее комплект ярости теперь стал комплектом из двух предметов снаряжения его эффект теперь следующий плюс 12 процентов к шансу на критический удар это очень хорошо потому что раньше комплект ярости состоял из четырех предметов и смотрите давайте сразу покажу 12 процентов к шансу на крит удары и два предмета в комплекте то есть если мы сделаем шесть предметов из этого комплекта то будет 36 процентов к шансу на крит удар тем самым можно будет заменить у тех у кого вот тут вот стоит колечко на шанс криту а у многих она тут стоит можно будет поставить на атаку а 36 процентов до которая дает это колечко заменить за счет шанса на крит 3 комплектов ярости по мне так очень хороший обмен который позволит и повысить крит и повысить атаку я думаю сейчас будут многие именно комплектом ярости пользу потому что по моему опыту мало кто им вообще пользовался раньше фильтр героев на экране герои добавлена опция фракция давайте глянем да теперь можно по фракции вот при лассир да все сортировались по фракции ну не знаю кто этим пользовался но теперь эта функция есть добавлена временная обменная лавка где вы можете обменять осколки талиясина на драгоценные ресурсы так давайте это тоже глянем осколков нам нужна лавка осколков вот мы можем обменять на значок или же можем обменять на звездную пыль да если у кого-то осколки есть он хочет поменять теперь такая возможность будет далее поменяли многих героев их всех усилили давайте я просто зачитаю героев которых усилили и сразу буду говорить что талиясин высшее умение теперь наносит боссом на 60 процентов больше урона я каста высшее умение восстановление сокращено с 5 до 4 ходов губик особое умение множитель увеличен со 100 до 120 процентов антинуа особое умение множитель увеличен со 150 до 180 процентов орах базовое и особое умение увеличены базовое на 20 процентов особое на 30 акс гул базовое умение на 20 процентов и особое тоже сайрос базовое на 20 процентов мулекс базовая 20 и высшее восстановление сокращено 7 до 6 ходов вера базовая на 20 процентов особая тоже на 20 изменение мастерства эффекты точного удара в мастерстве легкокрылого закари и джабеза заменены на эффекты плюс атака так и у нас есть изменения в этапах пепельный судья атаки элитных монстров теперь ставят приоритет героев находящихся в невыгодном положении ввиду сочетаемости элементов а затем героев самым высоким здоровьем на данный момент вообще раньше были в приоритете герои с высоким здоровьем на данный момент теперь они делают героев противоположной стихии это говорит о том что некоторые команды где использовались герои противоположных стихий по крайней мере на пепельном суде они наверное сейчас пошатнуться особенно на этапах ада и надо будет использовать либо нейтральных либо ну бонус надо выигрышных стихий к стихии босса королева приливов убран эффект бонусной атаки подручных множитель умения уменьшен со 100 до 80 процентов королева прилива сейчас будет проходить легче испытание избранных фракций пониженная ярость крыла волка крыла волка тоже будет проходить сейчас легче его почему всегда называл крыса волка башня пустоты поправлены показатели некоторых монстров в ноябрьской башни пустоты с целью сделать переход между сложностями более плавным я не знаю как это точно работает но я не мог долгое время пройти один этап момент в башне пустоты после патча я спокойно прошел этот этап то есть возможно понизили какие-то параметры всем монстрам не могу точно говорить но попробуйте если у вас там при на 50 этаже вы висеть попробуйте просто той же группой пройти еще раз возможно пройдете исправлены ошибки в описании умений следующих героев мэриан кровь тьмы хаим гаджар и эмоджин какие еще ошибки исправлены бой фоновом режиме исправлена проблема при которой в конце обычного боя игра перенаправляла игрока на этап боя фоновом режиме исправлена также проблема при которой игрок не мог вернуться на правильный этап нажав на кнопку возврат после окончания боя фоновом режиме штормовая дуэль исправлена проблема при которой синхронизация внешних индивидуальных комплектов штормовой дуэли в определенных случаях вызывала сообщение об ошибке ну хорошо тем кто сталкивался наверное это очень сильно поможет что можно сказать в конце во-первых ждем хэллоуинских событий 31 числа не забудьте заглянуть в игру если вы брали паузу или отлучались от нее ввиду каких-то обстоятельств далее посмотрите пожалуйста на комплект ярости возможно он сейчас заиграет новыми красками для вас и проверьте обязательно башню потому что как я сказал на своем примере говорю возможно вы пройдете то что не могли пройти раньше и не забываем что у нас доступен новый промокод я его напишу под видео так что вводите он не вечен и пока есть возможность такая пользуйтесь всем спасибо за просмотр всем желаю хорошего дропа и до встречи в следующем видео